В доме Елены Юрьевны газ появился на прошлой неделе, но до сих пор женщина зажигает комфорку с опаской, еще не привыкла. Раньше в домах села Елховка Тейковского района голубого топлива не было вообще, и отопление было от котельной, угольное, дорогое. В этом году котельную закрыли, а для жителей 52 квартир началась новая эпоха с индивидуальным газовым отоплением. Газовый котел поставили, счетчик, вытяжки сделали и поменяли систему отопления. В осенний-весенний период все равно будет теплее. Захотел, включил и нагрел, или сидишь, ждет, когда тебе включат. Разница в этом. Монтаж занимает всего пару дней. Рабочие трудятся с 15 августа. До первых чисел октября все жители многоквартир Елховки должны быть подключены к отоплению. Система современная. Помещение нагревается до нужной температуры за 15 минут. Плюсов очень много. Горячего водоснабжения населения не было. Пользовались они балерами. То есть это большие расходы по оплате за электроэнергию. А теперь с приходом газа сюда все это будет намного упрощено, будет комфортнее. Стоимость установки всего комплекта оборудования – 120 тысяч рублей с квартиры. Деньги на проект выделяет правительство области. Сельчане не платят ни копейки. Котельная обходилась бюджету в 2 миллиона рублей в год. Чтобы перевести дома на индивидуальное отопление, потребовалось 6 миллионов. Через несколько лет вложения окупятся с лихвой. В этом году в нескольких районах области такие работы проведены. И в Пальховском районе, и в Шуйском районе. И экономия по году для бюджета области составляет где-то более 6 миллионов рублей. Вот на этих работах. И за последние три года экономия по модернизации теплооснабжения уже измеряется десятками миллионов рублей. Существенную экономию получают и жители. Теперь за отопление они будут платить только в зимний период. Цифры в счетах станут существенно меньше. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.